Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок и сегодня мы играем в Пеглина и у нас для вас сегодня кое-что необычное, как я и обещал, мы делаем Пеглина челленджи и сегодня у нас челлендж от разработчиков Пеглина, секретный, про который вы мне рассказали в комментариях на ютубе и на твите тоже писали мне, про секретный челлендж, который в игре есть встроенный его. Может кто угодно поиграть, вот, начинаем новую игру, делаем свой старт, бабах, вот здесь есть сид появился, заходим вот сюда в сид и выставляем здесь все фиолетовые кристаллы, вот так вот и будет сейчас кое-что очень интересное, когда мы выставим все фиолетовые кристаллы. Будет картина, которую ты никогда не хочешь видеть в Пеглине, вот так все фиолетовые кристаллы, начинаем игру, применить, играть, сейчас будет сюрприз. Так, ну тут у нас стартовый релик, давай порох возьмем, порох в пороховницах, вроде нормально, да? Бомбы подрывают штыри рядом при взрыве, нормально. И смотрим, что сейчас будет. Ба-бах! Все, абсолютно все бои на всей карте заменены на элиток. Вообще все. Когда вы мне это сказали, я думал, что здесь будет частично, что здесь будут вопросики еще, что оно только бои заменит, но оно буквально всю карту меняет на элиток. Что просто жесть, вот. Это будет очень сложно, но и мы играем, естественно, на шестнадцатом возвышении, а не вот это вот все. Вот. Так что это ультимативный мега пеглин челлендж. Как это проходить? Отличный вопрос. Замечательный вопрос. У меня ответа пока нет, но у меня есть, знаешь, что у меня есть? У меня есть бросок кинжаром очень хороший. Ну, давай начнем за стандартного пеглина. Я его уже выбрал для демонстрации, но я думаю, за стандартного пеглина будет на самом деле экстремально тяжело пройти этот челлендж, поскольку у него бонусов каких-то нет. Очень хороший бросок кинжара с критом, прям офигенский. Так, здесь, я думаю, нам надо стол обновлять, ну а дальше посмотрим. Вот. Если реально, как его проходить? Ну, нам, ну, самая главная проблема будет старт. Красная команда, там ставки на этаж. Красные сегодня не победят. Да, до босса. Не настоящий хэппи-хорс. Спасибо большое за донат. Спасибо огромное за поддержку. Слушай, ну вот я не знаю, на самом деле элитки это страшно, элитки это плохо, но с каждой элитки падают релики. Причем, прям много реликов. А вот это я только что сделал очень плохой бросок, и я думаю, что мы проиграли теперь. Действительно, страшно будет, ну, первые несколько боев. Надо придумать, как вот протащиться через первые там 2, 3, 4 боя. Ну, сейчас Минотавр нас раздерет, раздеребанит. 90 урона. Как мне ему 90 урона нанести? Может, как-то вот крит получится хороший? Эх, не получилось крита! Ай, жизни нет. Ну, окей, мы пройдем Минотавра. Уже неплохой старт. Минотавр пройдет. Окей, первый бой прошли. Фух. Нормально. О, стакан на половину шар. Ну, М. Я не знаю. Вот он. Пока. Наверное, КХМ. Первое правило команды красных. Уверовавшая утка с маффином. Первое правило команды красных сегодня будет аджекпот. Спасибо огромное за донат. Спасибо огромное за 250 рублей. Мы идем за победой. Стакан на половину шар. Наш, видимо, наш шарик накладывает 1 прозрачности при ударе. У него урон 1-2. Ну, слушай, а насколько прозрачность будет вообще полезна на элитках? Ну, у нас 2 элитки, на которых прозрачность играет. И одна, которая не играет. Да, на цветах будет полезна. Я смотрю на шаробомбу, и я смотрю, что у нас есть порох. В принципе, может быть, шароборох. Шаробомба будет играть. Варлочек, я в тебя верю. Я съем за тебя пюре собственного картошка давления с мясом. Амадео, спасибо за донат. Спасибо большое. Постараемся, постараемся. Наверное, кстати, перемешар хороший урон. Большой урон. Нам нужно пробивать сейчас элиток. Против слизней и цветов она... Хорошо, конечно, один прозрачности, но он не зарешает. Тем временем, на веру залито 44 тысячи. Возникает вопрос, откуда у красных коины? Варлок, ты что, выигрывал? Мы... Слушай, знаешь, что мне кажется, надо лечиться, а то мы не пройдем нифига. Леди Настя из Воронежа. Красная команда выигрывает. Не так часто, как синяя, но зато мы рубим джекпоты. Огромные, большие джекпоты. Ой, смотри, об обновлении. Прошлые брошенные бомбы можно обновить. Блин, наверное, надо было шаробомбу взять, да? Черт, надо было брать шаробомбу. Ну, с другой стороны, у нас было бы 19 жизней, я не знаю. Ну, идем на элитку, наверное. А у меня небольшие надежды на первый забег за обычного пеглина. Я думаю, здесь нужен либо шарантюрист, либо доктор пеглин. Окей, мы против этих. Ага, вот эти ребята. Слизень. Слушай, ну, Слизень, наверное, самая такая не страшная элитка вначале. Хотя без хороших шариков тоже. Как без хороших шариков ее проходить? Вопрос. Что делать? Где брать? Ну, и пропускать нельзя. Друзья, 16-е возвышение. Будем пропускать, будем ходы давать элиткам. Они нас будут сносить. Возможно, этот челлендж у нас сейчас будет на 8 часов. То есть, YouTube знает уже. Кто в записи смотрит, вы уже знаете. Там время видео написано. Я не знаю, я нахожусь в реальности. Поэтому я не вижу, сколько там времени мы уже этот челлендж проходим. Но есть шанс, что мы здесь будем буквально сегодня весь день. Потому что я прям приложу все усилия, чтобы челлендж пройти. Вот. Как пойдет? Ну, хороший вопрос. Так. Вот бомбочку сейчас взорвать было бы отлично. Но как мне в нее попасть? Этот челлендж на 8 месяцев? Да. Я думаю, что мы можем пройти. Суть челленджа в том, что все бои это элитки. Вся карта элитки. Не просто все бои. А... Все... Вся карта. Даже нет сундуков. Видишь, что творится? Просто одни элитки. То есть, будет прямо трэш. Как проходить второй этаж? Хороший вопрос. Вот как дойдем до второго этажа, так и будем об этом думать. По-моему, пока рано делать выводы. И рано об этом думать. Давайте для начала первый пройдем. А потом решим. Какие у нас плюсы в этом челлендже? Какие у нас преимущества по сравнению с обычным забегом? Потому что все-таки положительные моменты есть. А у нас будут релики. И у нас будет золото. То есть, золото на элитках хорошо падает. На элитках хорошее. Мы так мертвы. На элитках хорошо фармится золото. То есть, с этим проблем никогда не будет. Из минусов нет каких-то вопросиков. И главная проблема, нет удаления шаров. Что делать без удаления? Получается, камни нам из колоды будет не убрать никак. Но... Кстати, удар на 196 вообще неплохо. Если мы сейчас сможем две бомбочки бахнуть, то мы... То мы победим. И магазинов нет, да. Ну, F. Первая попытка слилась. Синяя команда. Поздравляем вас с победой. Но это был тестовый забег. Так. Давай еще раз то же самое. На 16-м возвышении. Но в этот раз возьмем другого героя. Давайте думать. Круглодин. В принципе, у него со старту есть защита. Ну, как бы лечилка, да. И у него есть копье, да. Но с другой стороны, нам нужно пробивать больших элиток. Нам нужен урон. Я думаю, что шарантюрист. Шарантюрист контрит минотавра шипами вначале хорошо. И он может накладывать прозрачность пассивно, что будет на цветах и на слизне работать. Ну и плюс еще этот. Ну плюс еще у него уклонение. Все вот это вроде бы неплохо смотрится. Круглумник преимущество, но у него чистый урон. У него урон. Есть плюс один, плюс два на все шарики. Кроме стартовых. Это хорошо. Давай, наверное, с шарантюриста начнем. Мне кажется, у него есть шансы. Но тут должно повезти. Если повезет, то будем тащить. Другие релики. Рог единорога. Прицел длиннее и показывает направление рикошета. Не, ну для такого челленджа не страшно и читы подрубить, да. Но нет. Не возьмем. Я думаю... А, я старт не выбрал. Стой. А, точно. Мы старт не сделали. Сид не сработал. Извините. Новая игра. Я не сделал сид, прошу прощения. Интересно. Если это сид, значит ли, что у нас будут те же самые релики в начале? Может быть. Сейчас узнаем. Так. Так. Хорошо. Начинаем. Ага. Релики те же, потому что это сид. Ок. Хватательная рука нас не отпускает. Ну слушай. Ага. Может быть, чит имеет смысл? Это значит ли, что нам выпадет шаробомба в начале? Хм. Будет Минотавр? Значит, первым будет Минотавр. Может быть, чит обновления и хорошо. Ну, порох. Блин, порох хорош. Против Минотавра нет, но против других хорош. Ладно, давай порох и... Возможно, тогда у нас будет здесь Минотавр и за него будут давать шаробомба. И надо брать шаробомбу. Слушай, даже Крит в том же месте. По-моему, там же, где был в первый бросок. Ух ты, как сиды, интересно, в пегле не работают. Даже смотри. Позиция штырей такая же. Ммм. Давай. Давай пробивать. Крит там же. Окей. Ну, будем надеяться сейчас на шипы. Урона намного меньше, потому что там мы кидали кинжар, да? Пшшш. Но здесь у нас... О, уязвимость Крита. Это хорошо. Если мы сможем грамотно ее обыграть. Так. Ой, сейчас бы, если бы Крит был, было бы классно. Крит на рогах? Нет, Крита. Эх, а урона-то не хватит, капитан. Крит нужен. Нет, Крита. Их два яда. Два яда, хорошо. Там четыре слепоты еще. Эмм. Тут вопрос, Критовать сейчас или нет. Наверное, нет. Нужно, нужно стол. Нам нужен стол. Синяя команда идет в обанке. Вот ты гадский лошар здоровый. Ноль-ноль. Ну, что ж ты. Ну, что маленький лошарик. Покажи им. Лошарик даже жалко бросать, честно говоря. Тратить рог на лошарика. Урон-то он не нанесет нифига. Может, вот туда его в бок выкинуть, да? И надеяться на большой-большой Крит на следующий ход. Ну, Крит чем? Камнем? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что-то сложно, да? Я посмотрел. Карта точно такая же, как при первой попытке. Монетка в монетку совпадает. Прикольно. Или вторым броском мы обновляем. И надеемся на уклонение, да? нормально направо и он эрку возьмет ну давай попробуем будем надеяться не взял теперь наверное хана и эрку не выпить нормально да пробовать получается можно 4 части за каждого персонажа хочешь окончательно красную команду обанкротить блин уклона нет давай уклонение работа и аноним спасибо за донат спасибо большое о уклонились это слепота было даже так хорошо теперь нам нужно 10 молодец лошар и блин у нас еще 24 уклона слушай слепота работает и самое главное что мы блин не критовали вообще с критом не везет жутко если бы сейчас крит я думаю все будет классно и 120 окей побеждаем бабах отлично шарики другие молнии не было в первый раз молнии не было идеальный релик в начале какой я думаю 2 яда при ударе релика на 2 яда больше нет там теперь один яда но любой урон так ну что тогда шаробомба у нас шаробомбу и будет обновление окей давай пробовать шаробомбу с обновлением точно есть но выбор меньше видишь там было 3 потому что играли за обычного пеглина но все равно шаробомба с обновлением это урон это урон это стабильность ну и по идее сейчас будет слизень правильно в теории поехали слизень с бомбами должен быть очень хорош окей точно слизень бомба последняя обидно досадно ну ладно попробуем вертикальный бросок почти слушай ну против слизня я вот думаю может даже листать колоду чтоб побыстрее до шаробомбы добраться ох сейчас красиво сделаем ух как красиво бабах одна а чё не две о шипы шипы прям то что нам нужно так 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 пролистать дошаробомбы заморачиваться ли мне с пробиванием к этой бомбе наверное придется пулы шаров другие ибо у шаранчуриста нет всех шаров кстати да абсолютно верно шары будут разные да шары будут разные потому что не все шары есть у шаранчуриста да я не подумал об этом они могут быть похожие до пулы может быть какие-то будут заменяться пробивание накладываем тоже приятно и перед шаробомбой надо бы стол обновить но да и что получилось так теперь как шаробомбу активировать хорошо ну вот сюда направо ее наверное да каждый восьмой бомбочку справа да так вот и чтобы она вот здесь бомбочек наделала какой это не челендж просто разработчики не могли дождаться официального релиза 17 го возвышения и спрятали его в игре точно ли династия из воронежа спасибо большое с донат наверное это просто предпросмотр 20 возвышения до или 17 может быть все-таки взорвать бомбочку как вы думаете взрывы пороха считаются шаробомбой в штыри которые она заделала типа будет ли она засчитывать нет но если нет тогда надо бросать ее штыри вот сюда тогда надо вот так бросать получилось еще хуже отвратительно ну я хотел чтобы она там набила побольше она она не набила теперь у нас стол обновился и все да но тут конечно до 17 жизней хочу делать с этими жизнями 17 да как 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 пробивать эти наставили хп-шки 9 так ну шаробомба нужно это нужно сейчас чет красивое делать давай там набивай о на бомбочка две бомбочки молодец 3 ооо шаробомба красавица так сколько у нас бомбочек на столе раз два три четыре 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 раз мы обновим они вернут вернутся у нас 9 жить нам же 280 урона за три камня нанести тет как-то это как-то страшновато нереально не ну теоретически реально если мы сейчас все бомбочки взорвем там обновим но тут нужны такие уж броски снайперские что тогда два уклонение у нас есть уклонение это хорошо вот так что возможно мы здесь будем 6 часов то и все 8 то и все 10 не знаю может там десятичасовой видос на ютубе сейчас лежит и вы смотрите его так вот так ну давай попробуем закруглумника сыграем давай нам нужно очень хорошо отработать тактику от прохождения этих первых двух боёв мы прям как в dark souls я знаешь когда ты босса заучиваешь и вот там у некоторых боссов есть стартовые паттерны кто не там первые первую атаку делать такую потом такую в элден ринге точно хорошо на хоралу работает у него там есть определенный паттерн в котором он первые несколько так делает вот нам также надо все заучить сейчас и попробовать пробить вот эти первые два боя пережить а потом может разгонимся так те же самые релики все-таки я считаю порох должен быть самый лучший старт попробуем в этот раз пойти налево посмотрим будет ли разная литка у нас же жар первым броском же жар первым броском это очень круто 36 урон плюс еще слизь для дополнительного урона лично уже жар эрку не собрал 300 нормально вполне так наверное обновляем не вижу смысла не обновлять здесь и это очень-очень хорошая эрка еще одна я надеюсь сейчас ее соберет камень а отлично камень красавчик и вот сейчас бы крит еще или еще эрку было бы идеально лучшим каеша эрку так тогда сейчас вот так вот еще собираем урон а следующим ходом используем хотел сказать большого лошара на эрку но не понадобилось даже что лошарик 24 лошарик кстати 24 это 24 это вполне прилично 6 урона не хватило окей но это это победа это победа ну считай без урона жизни много и я так слушай поставь в этом сиде в первом бою обычный бой шансы вырастут в разы хотя бы топовый шарик за грейдж до второго тира а как мне в этом сиде поставить первый бой обычным я не знаю нога о первый задетый штырь улучшается на плюс 10 может быть нацелен на любого врага на экране или опять шара бомба вот тут уже выбор другой да интересно что за разных героев получается разная логика кстати бомба 12 вы правы но нога 35 все равно бомба с бомбой надо хорошо пользоваться если бомбу хорошо кидать то будет кайф нога как будто сильней может быть нога боевый не выигрывая то бомба может бомба перспективнее ну давай еще раз попробуем в бомбу потому что мы знаем что будет об обновлении все таки это комбо и попробуем пойти налево пошли налево цветы другая элитка так ну что хорошо шара бомба на цветах это отлично это замечательно это реквием то что ты видишь реально да ты видишь действия созданные твоей способностью но тебе ни за что не достичь того момента когда они станут реальны какой бы способностью не обладал стоящий придомной ему не достичь того момента такова сила особого челинджа в перлине ага да но если очень захотеть можно в космос полететь вот что мы ответим на такое если сильно постараться то можно все победить всех победить все забрать и все получить вот так вот такими глупостями как челленджи нас не остановишь вперед вперед так сейчас большого же жара запустим но получается же жар немножко тратим в пустую да ну ладно я даже не знаю что лучше цветы или слизень здесь если вот хорошая шара бомба будет на чтобы была хорошая шара бомба нам нужно сейчас хорошо обновить стол а эрка заныкалась эрка спряталась так как ее достать да никак не достать самая душная эрка в истории видишь давай тогда в крит ну это было очень плохо прям вообще никуда не годится ну что шара бомбу и молиться молиться на хорошие бомбочки две но открыли эрку 28 жизней давай доктор пеглин держись так вот сейчас центральный бросок для нас самый выгодный эту бомбу зажгли полдня назад и до сих пор не использовали так ну здесь наверное три бомбочки три по 40 это будет 120 то есть не сносим тремя поэтому же жар может уйти в молоко вот и если мы взорвем три уж мне кажется что нам здесь лучше камень сейчас бросить две да да сейчас снесем эту а следующим ходом я надеюсь же жар на большой урон отлично с критом только не не простыкать что ты шепчешь я не разберу и скорее верно мои шары ризотто пеглин у 2 элитки затасили а модела спасибо большое за донат спасибо большое кстати если за этот стрим не пройдем дальше будем пытаться думаю да думаю будем так мы точно хилимся и давай смотреть лучшар лучшар медленный на перемешар огненный шар огненный шар огненный улучшение на бомбочку сделать это нам дает одну гарантированную бомбу при первом попадании жижар хороший урон просто хороший урок 30 процентов к урону шару будет даже лучше потому что еще слизи больше делает но бомбочка дает гарантированные бомбу 40 масс урона да делал на улучшение слизи да я боюсь что улучшар очень медленный на элитках но улучшар очень хорош на минотавре на всех остальных такси да огненный шарик сама урон хотя у него бурон большой тоже может это важно я думаю надо улучшать что нибудь из наших хотя ты знаешь когда мы делали челлендж на тысячу шаров у нас улучшенных шаров вообще не было мы тащили только на реликах и на огромном пуле шаров там конечно не были все элитки но возможно нам есть смысл добавить кучу нормальных шариков чтобы нам не попадались камни и вот эти посмы мы не сможем удалить камни может быть куча шаров и лучше ты знаешь да это будет вместо удаления мы сейчас на добавляем много первоуровневых и нормально ну что лучшар он 36 урон нормальный больше да ну такой же как у перемешара примерно не проще нам сфокусировать билд так а чё сфокусировать вот мы будем кидать камни сплошные а камни трэш нам их не удалить а три но улучшар не улучшается по урону с уровнями а перемешару 5 11 становится здесь 6 11 улучшар и камни улучшат ну давай улучшар попробуем хорошо хуго рюкзак героя подожди это все меняет это делает камни намного лучше хотя кровожадность вы наносите в два раза больше урона когда мало здоровья черт блин кровожадность сильно потому что хпшки мало рюкзак героя перспективно может сделать очень сильные камни но мешаются вот эти двое лошарик и его брат лошар будут сильно мешаться поэтому рюкзак героя не так хорош на высоких возвышениях кровожадность здесь и сейчас даст нам бонус вы правы окей но право или налево куда где получше элитка ну пошли направо теперь по центру сразу в огонь пошли направо цветы так ну ладно цветы наверное это хорошо ну давай цветут цветы в них я и ты давай подрубай цветение цветов хорошо поулучали ну и тащим пеглин я так и знал не смей использовать свою первую бомбу ха-ха ха-ха умеровавшая утка с маффином спасибо за донат спасибо за поддержку так ну что то я тут не очень сыграл да надо сейчас стол обновить под бомбочку эх а мы проходим цветы вообще нет шестьдесят шестьдесят девять жизней надо сейчас две бомбы взорвать надо как-то постараться две бомбы бахнуть давай вот так раз давай еще одну ооо еще одну давай 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 оооêtre столь уронов в молоко двести уронов в молоко ну как же Сейчас бы снесли вторую Черт Одной бомбы не хватило Блин, мы проходили Мы точно проходили Теперь, наверное, не пройдем Так, обидно Может сейчас три бомбочки Чего? Ну урон, смотри, хороший у нас получается Но бомбочки тащат На самом деле Чуть-чуть, чуть-чуть не то Эх Или затащим Слушай, затащили Так, ладно Затащили все-таки Кровожадность, да, дает двойной урон Фух Снова ногу предлагают Не поколеби мяч и жижар еще один Ну, надо лечиться здесь Лечимся, мы потеряли эффект Кровожадности, да? Ну ничего Раздвойнатор Каждый четвертый выстрел Начинается с плюс одним мультишаром Меч обновлец Обновляет стол, когда умирает враг Меч обновлец На слизне, я хотел сказать, хорош Но на самом деле не особо Потому что будет к бомбочкам тяжело забраться Наверное, просто мультишар Мультишар с бомбочкой Должен играть Фух О-хо-хо, как много элиток Как их проходить всех Не знаю Не знаю Не знаю Лучше держаться одной стороны Потому что выйдет меньше боев Кстати, да Окей, слизень и шаробомба Самая первая Это хорошо Хорошо? Хорошо Хорошо, отлично Шаробомба Давай, покажи им Делай много бомбочек Давай, моя хорошая Надо еще побольше Да что ж ты Не взорвала ни одну Ну, кстати, может хорошо, что не взорвала Взрывать мы их хотим Когда выйдет большой дядя слизень, да? Мистер большой слизь Сейчас он придет Он и все пахнет Так Отлично Начнем с вот этой Потом вот эту Бабах Нормально Так, теперь еще бы две Тут очень хорошо зашел бы вертикальный бросок А, у нас раздвойнатор Давай, давай, давай Нужно две Ха! Ни одной Ну вот Может быть, жажар две, а? Давай, жажар Ну Ну, хотя бы стол обновил В принципе Типа Хилимся, живем, да? А, давай вот так вот попробуем Чтобы в центр пробить И, может, сейчас бомбу одну Лучшар 3-6 Ну, тут нужен крит И, желательно, потом бомбочки Но до бомбочек нам не добраться Эмм 17 жизней Ну, у нас сейчас двойной урон должен быть, да? Оп Оп, 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 оп Ну Ее О, победа Слушай, еще одну элитку завалили Уу Бабах 190 урона Хилимся Живем Нужна кукурузу И что-то на пробой Кукуруза нужна, как воздух Найдем кукурузу Будет, будет круто Окей, лечилка И думаем Вторую шаробомбу нельзя Потому что тогда эта шаробомба потеряет урон Нельзя брать вторую Будет 0-0 Вот нога Ногу дает Ну, мы с вами вроде как решили Что нам есть Нам есть смысл Набирать много шариков Из-за того, что не будет удаления камней А если у нас много шариков Значит у нас Меньше прокруток И враги реже ходят два раза Две из трех элиток требуют массу рора Ну, вторую бомбу нельзя брать Давай ногу Улучшение бомбы Дает нам всего лишь одну бомбочку Это не так много И на Минотавре она плохая На Минотавре она не играет, к сожалению Мне кажется, нам нужно увеличивать размер колоды Чтоб не давать врагам два хода дополнительных Нужно делать большую колоду Как в челлендже на тысячу шаров Мы знаем, что можно пройти пеглина Шариками первого уровня Если у тебя правильные релики Мы проходили Колодой с шариками первого уровня Ни одного апгрейда Мы проходили Просто правильные релики нужны Давай, давай ногу Нога не сильная Нога увеличивает нам размер колоды Нога это хорошо О, топор Вражеские сопротивления урону становятся уязвимостями Но это абсолютно бесполезно Это только на втором этаже, на элитке рыцаря И все, больше нигде не нужно Сахар Бомбы накладывают на врагов слепоту О, вот это Это хорошо Слепота нам нужна Это наша защита будет, типа Нормально Против зеркала имба А у него разве есть такое? Яд спасает от второго этажа тоже Но это был не яд Это была слепота Окей, пошли сюда Цветы Цветы Где бомба? Бомба далеко О, как же далеко она Ну ладно Придется Придется молиться Что мы ее вытащим Будем до нее листать сейчас Камни он будет пропускать всякие Один слепоты Один Нога и улучшар Ну вот тут может быть не бросать сейчас ногу Пропустить Чтоб быстрее бомбочку Можно одну элитку скипнуть Если пойти налево по максимуму Ну да, можно, можно Ну вообще, если вот идти по краю То меньше боев будет Эммм Сахар бесполезен Ну Десяток бомб взорвем Десять слепоты Это уже что-то Слушай, давай все-таки вот так Не думаю, что нам надо пропускать Такие хорошие шарики Как нога По сотке урона И то же самое Думаю, не стоит пропускать Лукшар Может быть зря Теперь эрку как доставать Какая эрка душная Как ее достать Вот же ж, блин А взяли бы меч Ну, нужен сейчас какой-то Красивый маневр Близко Так, близко И так далеко Неужели мы умрем Из-за кривой эрки Ну, блин Мы так Хорошо играли Так перспективно Что делать? Может большого лошара запустить? Может у него получится? Давай, дядька Ты здоровый Оооо Он сделал Красавчик Красавчик У нас все равно Десять жизней всего Так Сейчас нужна Самая лучшая Шаробомба в истории Где у нее Больше всего Шансов набить? Наверное Вот в центре Да Куда? Куда ты пошла-то? Да как же ты вообще Туда пробралась? Ну И ни одной Не взорвала Что ж она Натворила-то? Теперь Теперь все Нам как-то Надо сейчас Сто семьдесят урона Выбивать Да ебышкины кошки Ну куда ж вы катитесь? Не туда Покатились Шары Эф Так Ну ладно Дубль Дубль восемь Слушай Ну это было Намного лучше Намного лучше Чем В прошлый раз По-моему Мы на верном пути Типа Мы почти смогли Вытащить из могилы Пеглина Эмм Может быть Попробуем Круглодина? Давай попробуем Круглодина Ну Я думаю Мы здесь надолго Поэтому надо пробовать Надо пробовать Разные опции Мне кажется Он слабый Слабее всех остальных Ну и Круглубник Конечно Сильно стартует У него И бомбочка И урон наносит И все Ну давай Ради эксперимента Попробуем Круглодина Посмотреть Какой у него Пул реликов Будет А я забыл Сделать Челлендж Забыл сделать Так Еще раз Круглодин Ага Все Давай Поехали Так Все равно Я думаю Порох Надо брать Думаю Прям Обязательно Надо брать Может просто На пеглине Больше шансов Выбить арты Под билд Может быть Кстати смотри А валебарда Первым шариком Опять Видимо Здесь специально Сделано Чтоб у всех Был шанс Пройти Минотавра Всем дают Самый сильный Шарик Первым С критом Ну Круглодина Конечно Я буду честен У него Семь бронебубликов Выглядит Как такое Когда тебе нужно Минотавров Пробивать Семь бубликов Не спасут Зато Вот хорошие Криты Спасут И если сейчас Еще в эрку Попадем То вообще Было бы классно Велики Одни и те же Всегда Ну да Ну да Это же Сид Единственное Что Если За разных героев Играешь Разные могут Выпадать Потому что Разный Пул Давай так Эх До крита Не дотянулись Но мне кажется Сейчас нашего Круглодина Как консерву Откроют Ну да Просто Просто урона Ему не хватает Ну я конечно Еще не очень Сыграл Но Блин Ну что Эта эрка Там сидит Хотя бы Посмотреть Дайте На этот Посмотреть Дайте Что там За релики Ну Ну Нет Ну Это руина У Круглодина Мало урона Круглодина Мало урона Хотя Валебарда Будет хорошо Играть На всех Остальных Элитках Да У Круглодина Очень Сильный Старт Да Ну давай Еще раз Попробуем За Круглодина Ради Эксперимента Красная Команда А вдруг Круглодину Дают Эмбу Сразу После первого А вдруг Надо Попробовать Надо Попробовать Щит Обновления Не брать Порох Взять Щит А попробуем Взять Щит Щит Поможет Окей Давай Круглодина Только В этот раз Нормальная Надо бы Эту Эрку Выбивать Вот как Ты Эту Эрку Не собираешь Другие Вроде Собирали А ты Не собираешь Может Я как-то Не так Бросаю Ай Крит Не собрал О О Вот это Хорошо Вот это Молодец Это Молодец Так Теперь Давай Вот так Вот И Эрку И Крит Не будешь Вообще Красавчик Ну Либо Хотя бы Что-то Одно Не везет Нашему Круглодину У него Эрки Прячутся По углам Видишь И Как их Доставать Вообще Непонятно Как Как ее Доставать Оттуда Блин Броска Нормального Нет Вот И Вот И Все Пробуем А смысл Сейчас Сейчас Все равно У нас Щит Сейчас Обновим Тут Минус Вся ХП О 4 урона На валебарде Очень мало Не хватает О Это Было Классно Нужен Еще Такой Бросок Той Два Наверное Был бы Хорош Билд На камне Но Монумяч Только Если В награду Дадут Да Монумяч Только Если Получим В награду Потому Что Вопросиков Нет Окей Мы Прошли Тауэр Пройден Ура Пошли И То же Самое Парные Шашки Ему Дают Парные Шашки Набивать Не будут Ничего 4 хп Но тут Летиться Надо И Еще Хуже То есть У него Вообще Плохо Огненная Печь В теории Если мы Найдем Шарик Который Дает Щиты Но мы Не пройдем Второй Бой Здесь Круглодин Походу У нас Это Пролетает Да Это Непроходимо Все Очень Плохо Очень Слабый Стартовый Шарик На Минотавре Не пробивающий Ничего Просто Математически Не пробивает Нормально Минотавра Ну и Мы Остаемся Без Хп Даже С Вот Таким Классным Первым Броском Все Равно Идеальная Валебарда Только Если Спасет Прям Прям Перфектная Валебарда Должна Быть С Критом На Три Сотки Не знаю Ну Крит Спрятался Его Не Достань Ну Чтобы Валебарды Набить Три Сотки Это Она Должна Быть Третьего Ура Да Она Твоих Бьет Без Апгрейда Эх Круглодин Круглодин Че ты Сегодня Нас Подводишь Не Дядька Это Не Прокатит Так Ну Чат Говорит Снизить Возвышение Но Слушай Подожди За Круглодин Мы Почти Пробились Мы Прямо Были На Волоске От Цепы От Победы По-моему Так Прям Много Урона Умник Умник Шарантюристом Не проходим Дальше Второго Боя Погодите Может быть Проходим Может Проходим Сейчас Попробуем Давай Давай Шарантюрист Тащи Мой Хороший Вот Эрку Бы Каждый Раз Я так Бросаю Надо Как-то Придумать Чтобы Бросать Подбирать Эту Эрку Шипы Йоу Шипы В первый Бросок Это Плюс Один Ходно Классно Отлично Ты степень Ответственности Не осознаешь Что ли Не пойму Сам я за тебя Болею Скромный парень Причем Довольно Давай уже Выигрывай Вадим Понял Хорошо Сейчас буду Выигрывать Я тебя Услышал Вадим Операция Начинать Выигрывать Начинается Здесь И сейчас Вперед За победой Бабах Крит Суязвимость Криту Шипы Иди сюда Get over here Я аж Заплевал Микрофон Ха-ха-ха Класс И яд И все Добиваем Сейчас Вот так Вот Нам нужно Что-то Тридцаточку Урона Да Камень Только не подведи Еее Без урона Первый бой Без урона Дамы и господа А вот это уже интересно Поехали Ставки Бабах Спасибо Вадим Большое За донат Спасибо За двести Сердечком Фух Нет Ставки На весь этаж Так Теперь Давай Теперь Давай Думать Смотри Бомба Да Бомба 0-0 Но она Бомба У нас Полная Жизнь И надо Очень Сейчас Аккуратно Мы идеально Первый бой Отыграли Как будто Молния Мы знаем Что нам Дадут Релик На слепоту Бомб Нам Накладывать Дебафы Хорошо Так Кстати Правда Это правда Потому что У нас Может быть Какой Ни Зерелик Потом Связан С Дебаф По уклонению За Дебаф За Дебаф Да Может Перемешали Просто Урон 3-7 Урон Да Но Мы знаем Что Впереди Много Цветов И Слизней Там Бомба Вот Надо Брать Бомбу С обновлением Бомба И Куда Мы Идем На Цветы Или На Слизня Что Лучше Не Бери Ничего Там Дальше Сумка Героя Мне Кажется Не Прокатит Не Даст То То Есть Из-за Того Что У нас Лошарик И Лошар Сумка Героя Не Будет Тащить Чат Говорит Идем На Слизня Слизень Справа Как Называется Красный Череп Мини Босс Митап Встреча С Мини Боссами О Шарабомба Первой Хорош Так Надо Сейчас Хорошо Ее Так Бросить Качественно Вертикальный Бросок Но Вертикальные Броски У меня Че Не Получаются Мне Кажется Что Здесь Специально Сделана Карта Чтоб Не Делались Вертикальные Броски Ну Две Две Это Норм Хотя Они Не Взорвались Две Это Хорошо Так Теперь Ну Что Давай Нет Взрывать Надо Или Сразу Надо Взрывать А че Ждать Давай Взрывать Бахнем Обязательно Бахнем Сейчас Так Две Бахнем И О Шипы Класс И давай Давай-ка на тебя Наведем Кинжал И попробуем Бахнуть На большой урон С критом Вот здесь Может повезет Ей сейчас Бомбочка Крит Не повезло Видеть Чуть-чуть Не хватило Чуть-чуть Не хватило Но Вот Здесь Будет Крит Это Уже Уже Найс И Сейчас Р-кубы Не Р-кубы Ложись Привет Весна Идет Весне Дорогу Какая же Погода Кайфовая За окном Какой челлендж Проходите Как успехи Артем Спасибо огромное За донати Спасибо большое За За тысячу Сердечка Спасибо огромное За поддержку Погода Отличная Вчера Даже вечером Мы с женой Вчера пошли Погуляли В парк Вот После работы Я с больницей Закончил Она с работы Приехала И мы Часов в 7 вечера Пошли в парк Погуляли Вот А челлендж Мы проходим Вот У кого весна А у кого Весна Скворцы В смысле Элитки Прилетели У нас челлендж Все элитки Все Вообще все Успехи Но мы пока Дошли Вот Где-то До сюда Да Да Мы по-моему До сюда Один раз Дошли Но Мы Знаешь Прогресс идет Да Стараемся Прикладываем Все усилия Бросаем Шарики Ох Эрка Была Близко Так Ну тут Надо Бомбочку Или Эрку Или Что-нибудь Ну Ты видишь Вот этот Штырь Мешает Эрку Подбирать И бомбочку Окей Эрка Подобралась У нас Полная Жизнь Так Без Паники Слизнь Дошел Но Жизней Много Все хорошо Все нормально Здесь бы в идеале Вот этот крит У нас 12 уклонов У него 4 слепоты Так что да Артем Мы Делаем огромный челлендж Артем Победа над этим Слизнем Для тебя Название для видео Летний экзамен Да уж Последний экзамен Финальный экзамен Пеглина Последний бой Пеглина Так Давай так Что ж такое Слушай Ну вот Шаробомба Мы ее вроде Взяли Бомбочки Взрываться Не хотят Почему Почему Не настолько Я плохо Бросаю Такое впечатление Что шарики Просто уклоняются От этих бомб Как от огня Ты видишь Вот хоть Ты тресни Не можем В них попасть Никак Так Вот там Две бомбочки Давай Одну бы Из тех двух Слева зажечь И все Сушпам выиграли Ох Хорош 43 жизни Элитка Шляпа Опа На А вот Это уже Интересно Это уже Хорошо Так Ну мы точно Берем летилку Летилку Надо после каждого Боя брать Шляпа Это классно Для элиток Это самое то Накладывает Один яда При крите Накладывает Два дополнительного Яда И С апгрейдами Яду видна Наращивается На яд нужен Апгрейд Хотя бы один Надо было кстати Ее брать И сразу улучшать Что то я тупанул Яд слабый У элиток Много хп Так Наоборот Яд тем сильнее Чем дольше Он действует Можно еще Один кинжал На уклонение У него урона Мало Нет Против каких Элиток Шляпа Против цветов Против слизня Да против всех Нет Против минотавра Яд тем сильнее Тем больше яда Да И это тоже Мне кажется Шляпа хорошая Массу урон нужен Но массу урона Здесь нет Одна шляпа Это мало яда Ну с таким настроением Мы никогда не возьмем яд Потому что он всегда будет один И его всегда будет мало Да То есть так Мы получается Никогда его не берем Думаешь Враги будут по 5к хп Нам сейчас первый этаж Надо пройти Мы о будущем не думаем Нет Никакого будущего Чат Надо думать Делать здесь И сейчас Здесь И сейчас Яд будет играть Ууууу Вот это Поворот Цветная капуста Каждый третий Крит Дает 1 Крит урона Ну или Рюкзак героя Кстати Критов И крит урона Я не уверен Что нам нужен Разгон Может действительно Рюкзак героя чтоб в паре боев он помог сейчас немножко повезет капуста такая перспективная но такая бесполезная не знаю чего думаете рюкзак плох при на вот есть и даже три камня подряд это будет очень сильный камень ладно как говорит капусту удержите капусту пошли здесь еще раз направо сюда мы еще не ходили огни в огонь а еще один минотавр вот сейчас бы камень был 47 47 камень был бы очень приятный здесь капуста наверное даже не сыграет ни разу ну шипы яд ладно а шапка в конце в самом эх ну тут уже такого везения нет да ну надеемся на шипы каждый ход или на яд и на секретный какой-нибудь дебаф который ваншота от минотавра не знаю церками везет пока давай друг давай же шипов ему навешивай и шипы раз отлично критов пока нет везет не сглазить бы эрки идут критов нет я я так лично 30 урона это замечательно обновление без вариантов и первая эрка которая спряталась вот и спряталась класс теперь крит давай крит отлично шаробомба не особо поможет нам да на минутавре шаробомба мягко говоря не играет и шапка делает ли шапка килл вроде должна потому что она сейчас так нет яд это будет 20 урона с яда она сама добила у хилимся живем очень повезло с эрками прям невероятно повезло без везения не прошли бы сосулька о а вот и масс урон крита мяч дает нам задействует криты каждый шестой задетый штырь до десяти раз но это поддано это потому в эту под капусточку это под капусточку и сейчас шария но шария просто даст нам один крит урона тут выбор между сосулька я думаю и крита мечом сосулька против цветов хорошо против фол слизня особенно хорошо потому что я всегда в центр можно забросить сушь наверно и сосулька классно нового это мяч очень заманчивый будет нам набивать лучше я думаю чем шария все может нам надолеться сосульки нужны криты да ну блин сосулька крутая даже сама по себе даже если она не критует она бьет двоих по-моему сосулька здесь маска трагедии когда враг получает негативный эффект или увеличьте его количество на 1 сюда лут конечно здесь кровожадность которая тащит но сюда лут а вот и яд так вот яд вот слепота вот шипы пошли еще раз направо пошли еще раз направо еще минотавр слизень так ну сосулька давай не подведи и шара бомба тоже не подведи давай вот так вот шара бомбу ну опять же в центр ее не получается у меня забросить все никак ну вот там две бомбочки лежать вот сосулька сейчас нужна скриптом вон там крит наверное правда попадет куда ты пошла крит собирай крит собирай говорю да что ж ты творишь то ты иродская ты вот тут вот джон был как же ты все собрала кроме него вот куда это годится так ладно без паники наведем сейчас шапку на босса и вот так бомбочку взорвем рикошетом там крит соберется это будет много яда реально много яда 4 отлично теперь пошли дальше вот так через эрку наверное эту бомбочку тоже сейчас бахнем 4 яда это прям весь очень хорошо честно дамажем так ты камень отправляйся туда будешь там бомбочки собирать тоже вот слушай бил то уже на что-то похож живем смотри бабах ой два шипов ой как классно два шипов а это без урона будет элитка это элитка будет без урона надо было еще золото пофармить справа облажанить эти золото фармить отлично ну все слизня мы разрываем в клочья отлично 50 золота есть я думаю время полечиться и подумать над добавлением улучшением это шанс надо сейчас очень внимательно и очень аккуратно делать выборы улучшение шапки даст огромное преимущество смотри три яда это в сто раз сильнее чем один яд прям вообще там весь яд будет добавляйте если ну кинжар спину вроде не нужен на элитках ни на каких шар головорез на самом деле на самом деле неплохой перемешать тоже эрки спасать застрявшиеся на втором этаже яд будет тащить на втором этаже у нас будет стена броневик и а там 4 элитки получается стена броневик рыцарь и рыцарь зеркалом то есть четыре разные элитки маг ну да броневик феев броневиков назвал маг броневик он броню делать давайте улучшим шапку я согласен шапку прям классно но и тут у нас либо мечем на улицу либо раздвойнатор на второй этаж надо много точечных ну да слушай что нам давай может действительно меч меч прям хорошо на слизне на цветах а на боссе там еще босс проходить надо здесь леший давай давайте сильно меч на минотавре конечно он получается ничего не делает и я чувствую силу пошли налево челлендж руинит призрак на третьем рыцарь на втором посмотрим посмотрим эх не получается у нас шапку на этого на босса видишь неудачная шапка сегодня плохо горит на варе ну ладно в любом случае шапка кучу урона даже без крита нанесет и снесет одного одного врага ну да шапка весь урон и стол обновился отлично так тут бы крит но не получится а может получится что если что если нет сожалению нет маска на первый взгляд пока не тащит но я вам говорю она так будет хороша она будет офигенно особенно если мы шипы найдем шипастый шарик взял бы я его или нет шипастый шарик контрит в ноль минотавра даме колючки еще если стакнется с нашими колючками хотел бы я его брать или нет тут вопрос он все-таки само урон наносит насколько он будет полезен потом не то чтобы нам сейчас его предлагают но так на будущее да по подумайте о будущем что я тут уже обнаглел о будущем начинаю думать кстати офигенная шаробоба да я обнаглел и начинаю думать о будущем потому что я чувствую силу вот слизня уже как он уже ничего взять не может минотавр нас наверно вот сейчас самый такой страшный для нас минотавр всегда может быть сюрприз неудачная эрка все дела и хана надо еще 2 рубля собрать нам нужны 2 рубля ну а мы уже монетки начинаем фармить хе хе класс так ну и вот еще рубль там лежит убирай рубль не подобрал ну ладно мы не убираем мы же не убираем мы не умираем мы живем и у нас есть 50 золота тыквенная голова вместо того чтобы вылететь со стола возвращается наверх ну тыква ну урона нет 1 2 очень мало а бомбочки хорошо собирает прям очень классно но на боссе она будет бесполезна да и в принципе и на ну на слизня на норм на всех остальных элитках как-то вообще ни о чем кинжар дешево сердито щетиной покрыта большой урон просто крит урон без всяких лишних телодвижений эмм ну это фигня не погрешар слишком никакущий за три крита дает один круг ловкости очень медленно работает у нас пока много шаров ну я чувствую что мы сильные можно чуть улучшить сосульку бомбу кинжал ну не кинжал сай кортик кортик мне нравится их кортиками называть мы в детстве такие штуки называли кортик меньше черепашка была черепашка с кортиками а ну здесь дает больше воротов и урон повышается нормально эммм шарбомбы урон появляется не мне кажется это баг сосулька много урона получает 50% к урону давай 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 уклон 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 всегда хорошо это жизни и лечимся пока есть возможность лечимся о сапог кап уклонения 300 ну вот а то все пропало мы все умрем шары не такие вадим спасибо за донат не вадим все хорошо идем стабильно сейчас наберем мощь силу всех победим спасибо вадим за 200 сервис так слушайте что насчет топорачат когда он будет играть на втором этаже где на одной элитке правильно против зеркального рыцаря разве зеркальный рыцарь разве получают дополнительный урон по моему нет по моему зеркального рыцаря оно не работает по моему топору не работает точный урон будет спить сильнее по зеркалам но у нас будет только зеркальный рыцарь обычные зеркала не будет обычный зеркал чат там будут элитки вы не понимаете нет нибудь обычных зеркал второй этаж будут только элитки вы понимаете насколько у нас все плохо я думаю вы просто не сознан не сознаете всю глубину глубин ну тапки сейчас ничего не дают но тапки потом могут быть перспективные тапки на третьем этаже тоже нет уед топор будет работать с магом разве для сапера на всякий случай на третьем этаже все молени но против них тоже не пойдет окей ну ну против одной элитки окей ботинки сейчас вообще ничего не дают вы правы сейчас ботинки бесполезны что я делаю просчитано у рыцаря есть читовики у рыцаря есть читовики окей менотавр так сосредоточились мы еще не затащили давайте соберитесь чат самый теплый стример из всех стримеров аааа еще теплее стал конечно по голове так треснешь бонькнешь стример потеплеет а может и похолодеет спасибо аноним спасибо огромное за донат огромное спасибо за поддержку за тысячу очень щедро я не знаю кто ты потому что ты аноним но я тебя благодарю спасибо тебе огромное победа над этим менотавром для тебя ба-бах так нам нужны шипы сейчас где шипы шипов нет шипы не завезли надо шипы где шипы так что везение заканчивается смотри эрка так неудачно я вот знаешь что думаю может звучит глупо но может бросить сейчас сосульку в эту эрку чтобы максимизировать на следующий ход шансы крита для шапки чтобы рога были целые на следующий ход и чтобы можно было критануть шапкой и накинуть 6 яда на него да потому что сосульку по рогам все равно не пустить по рогам только камень можем пустить давай вот так это типа сосульку в молоко спустили но опять слепоты о вот оно сработала ставка ну и вот так вот с критом еще бы в эрку ой как близко сосулька на 130 урона и 6 яда ну теперь постараемся минимизировать потери да уклоном что ну мы тут за счет яда уже побеждаем ах уклон не сработал жалко очень жаль что уклон не сработал было бы вообще классно ну и давай лошарик догрызай его в любом случае еще одну элитку прошли уклонение пока по моему вообще не не зарешало снайпа вот это поворот наращар для гигашара так смотри смотри ну и я вижу ядущу чтобы прямо прямо наядить снайпу занерфили сильно но даже занерфленная она не так хорошо летает сейчас даже занерфленная это 3-5 урон это очень хорошая перспектива вытаскивать эрки застрявшие взрывать критические бомбочки у нас конечно яд ну да наращар мне кажется мы просто не раскачаем да у нас золота не хватит снайперка слабая на третьем этаже давайте доживем до третьего этажа потому что третий этаж еще рано еще рано об этом думать давайте пока пока так полечись сначала если полетимся шарик не купим нам бы ядно массу урон да слушай я думаю надо снайпу брать просто хил хил важнее думаешь умрем на next элитке ну нам только минотавр страшен хотя с цветами мы еще не дробить я беру снайпу я беру снайпу я считаю она очень классная окей и вот оно бомбочки накладывают на врагов один слепоты аааа марионетка против улиток черт марионетка тоже крутая ну против минотавра да предотвращает потерю здоровья в каждом бою ну наверное нужно бомбочки со слепотой да так бомбочки со слепотой это очень хорошо будет по 2 слепоты потому что маска Пошли налево, я не знаю Е, слизень Ну, слизень для нас, по ощущениям, просто фарм Слизня мы вроде как фармим Без проблем Ну, как без проблем? Не то, что прям вообще расслабляться не стоит, да? Ну, типа, может немножко расслабиться Ну, немножко, чуть-чуть, совсем чуть-чуть Кстати, все наши хорошие шарики в конце Так что, давай только слегка Бомбочки надо сейчас взорвать Надо, давай шарик Оба! Уклонистом бой Наши деды принимали лицом уроны Все должны Да, да Назад и пеглин из чатика в парике Спасибо за донат Наш, у нас честный пеглин О, шипы, отлично Наш пеглин танкует все Все ударом Своим лицом пеглинским Давай так Бомбочки Ееее Отлично Ну и тут добивать нам смысла нет Сейчас попробуем пару монет Еще украсть у слизня Вот если нам до конца этажа будут слизни идти То мы вообще в шоколаде Привет, случайно попался на твое видео Подайся Dungeons 4-х летней давности Видом реально понравился Я стал смотреть Еще очень приятно удивлен Что ты по-прежнему Стримишь Я думал, что опоздал Кулпамкин, классная тыква Привет, добро пожаловать к нам Мы все еще здесь Нас так просто не остановишь Очень приятно Добро пожаловать Там очень много еще контента Если тебе нравятся игры типа Dice Dungeons То То там это Там еще так много всего Есть и Monster Train И Slay the Spire И что хочешь Там короче рогаликов всяких В плейлистах Много Добро пожаловать на стрим Да, я все еще здесь Я все еще жив Пока что Шаре у нас будут все релики накриты Шаре для разгона, да? Шаре На самом деле неплохо Штапгрейдов пока Я не спешу Молнию для бомб и элитки второго этажа Вот, кстати, чат дела говорит Ну, у нас есть кинжал Сай, простите У нас есть шапка, у нас есть снайперка Для рыцаря Молния бомбочки сахар собирает Тоже правда Тоже правда Проблема в том, что кроме накриты Сейчас кроме вот этого ничего нет А это такое Может улучшаться Шаров достаточно Вообще кинжал на уклон Молнию сразу надо грейдить Да, но я сейчас хочу полечиться Давай начнем с лечения, пока деньги есть Критов мало для Шаре Вот тут соглашусь, критов пока мало для Шаре Это истина Мы проходим этаж для босса Но какой-нибудь Минотавр все равно страшный Минотавра все равно боимся Давай шарю О, пирог При каждом выстреле случайное место на столе становится порталом Может телепортировать шары наверх стола три раза Или сумка апельсинов Будем искать друзей Дает атака множитель урона, когда мало штырей на столе Сложный выбор Оба хорошие Сумка дамажит Сумка сейв от плохих эрок Да Ну а пирог кайф Пирог Окей, давай пирог Не те релики, что я искал Я хотел что-нибудь повеселей Помощней Пошли направо Давай еще одного слизня Хочу до конца этажа ток слизней Больше никого не хочу видеть Цветы Это у нас, кстати, первый бой с цветами Знаешь, что я вижу? А я вижу под шар... под этот... под пирог Бросок Если шаря сейчас не затупит Не-е-е-е, хорош Шаря красавчик Ох, как классно Слушай, пирог вот сразу показывает Ты смотри, что она творит Это с единичкой урона Прикинь, сколько бы она набила Если бы это... Это был нормальный шарик Класс Так, рит урон есть Слушай, давай то же самое сейчас с шапкой сделаем Кстати, я думаю, может шапку на второго направить Для максимизации урона Я чувствую, что шапка сейчас тоже набьет По той же траектории, что... Да, вот так Отлично Правда, тут набивать уже не на чем Траектория-то есть, а шаштырей нет Окей, ну ладно Может быть зря я так сделал Перебодрился, видимо А здесь бы критануть хорошо так Ну и еще стол обновить бы Давай начнем с крита А вот это было плохо Вот это я тупитель Перебодрился, да? Обнаглел А что я во второго целюсь? А пусть мы вот шот Так, шаробомбочка Ты сюда Ой, моя хорошая Ты ж мое солнышко Ты ж моя красавица Давай, 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 давай Еще Давай, ну что ж ты Ай-яй-яй Не довзрывала Ничего Сейчас довзорвем Смотри Берем Снайперку Знак вопроса Или нет? Не, ну тут надо снайперить Снайперку В бомбочку Да? Так вот Не Раз Попадаем сюда Этому все жизни сносим И теперь двоих одним ударом Сосулькой Добиваем Почти добиваем Оставляем один хп Ровно, чтобы получить больше урона Разумно Имеет смысл И еще один хп Оставляем, чтобы еще пять урона получить Да, молодец Вот знаешь Некоторые вещи Вот Захочешь так сделать А вот ты попробуй А вот Челлендж Попробуй вот так вот делать Окей Я расслабился Немножко Приношу извинения Расслабился Расслабился Виноват Виноват Шарезинка И еще шапка Берем еще шапку Лечимся И еще шапку Окей Будем яд стакать Окей Чат Не расслабляться Кость подземного дракона При перемешивании колоды Урона крит каждого шара Получают Минус три Плюс три От минус трех До плюс трех Или Копейка Собранные монетки Добавляются к урону Слушай Ну кость нельзя брать Кость руинищ А если Не повезет Можно слиться Очень быстро Надо брать копейку Копейка Это урон Это урон Здесь и сейчас Но у нас Тридцать четыре жизни Давай не будем Расслабляться Мне кажется Что справа Чаще слизни попадаются Такое ощущение Что слизни живут В правой части леса А в левой части леса Живут цветы Ну слизень может С минотавром живет Вместе Мало ли какие у них отношения Снайтерка Привет Привет Варлок Чад Здорово Так Шапку Нужно в крит Это шапка Первого уровня Да Нет крита Для шапки Ну вот Я не уверен Что я здесь Выбиваю крит Может выбиваю Может нет Непонятно Пусть Один хп Ровно столько Сколько нужно Для выстрела Да Цветок Спасибо за донат Цветок Окей Стол обновили Тоже неплохо Два яда Слабенько Ну сколько есть Так И тут мы уже Можем вот так вот Крутить педали Крутить колоду Критовать Две сотки урона Камня Отлично Четыре яда Сосуля А видишь В чем проблема Следующий шарик Лошар И сюда вот сосулю В руку кидать Это довольно бесполезно По-моему Надо критовать Там уж как повезет Сломал Рога сломал Дурацкая сосуля Что ж ты творишь Теперь вот этот бросок Не прокатит Да А тут набьем Вот если не набьем Сейчас будет номер Фух Немножко Немножко Сердечко Ёкнуло Слегка О Эхо Шарик Пену запила Ядовит Кенжар Блин Эхо Эхо круто Да Эхо Эхо не играет Мы не улучшаем Его надо улучшать На третий уровень С другой стороны 34 жизни А мы уже приближаемся Как бы к боссу Эхо на второй этаж Вау А ваули Второй этаж Помните Там будут элитки Там массовая элитка Только одна Так что вот Варлок Как тебе идея Челленджа Полный рандом Берешь кость дракона Три Вращающийся Прицел И фишку Ужас какой Ну Хорошая идея Хилку Окей Хилимся Хилимся Потому что Ооо Перчатка Ёу И подстраховка Ооо Топ релики пошли Ну перчатка Это плюс один Плюс один На все шары Ну тут Наверное Разговора нет Это как апгрейд На все шары Подстраховка Тоже хорошая На шарах С большим базовым уроном На снайперке У нас Но на остальных У нас огромного базы Базы нет Поэтому я думаю Нужно брать Перчатку Перчатка просто кайф Так Ну и Где слизень Пошли искать слизня еще Нам нужны Слизни 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 Нет Нет Не цветы Не цветы Не цветы Блин Давай камень Лети Хороший пирог Да Пирог классный Камень Кстати С пирогом Камень Хо-хо-хо Две соточки Как тебе Такой Илон Маск Так Ты Тусуйся Бомбочки Поехали Бомбочки Нужно Нужно Хоть Нужно Уже такое было. Не расслабляемся, ребят. Окей, давай вот так. Надеюсь на крит плюс две бомбы. Не туда полег. Ну тут, видишь, ну че, ну я пытался. Все равно не расслабляемся. Куда? Че это было? Физика сломалась. Не ломай мою физику. Фух, прошли. Так, надо было слева деньги пособирать. Шарика в двух концах. Мультишар и криты. Еще один уклонительный сай. Или еще одна хилка просто и стараемся жить. Хватит пока шаров. Ну окей. Монстера и ограмолоток. Ух. Так, смотри. Монстера максимальной жизни. На слизне будет играть. На миньонах она не работает. По-моему эти слизни не считаются миньонами. Но молоток вообще бесполезен. Где он будет играть? Только на этих. На рыцаре с миньонами на втором этаже и то. Посылаю лучи добра. На боссе? На боссе? И тебе добра. Кстати, на боссе будет играть. И тебе. Спасибо за лучи. Оп. Поймал луч. Шу. Тут вырывается. Все. Никуда не денется. Нормально. У него миньоны выходят. У босса миньоны выходят. Но у нас. Таргет. 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 Масс. Масс. У нас куча шариков с таргетом и массом. Вот. Так что, по-моему, будет не проблема. Давай монстеру. И сейчас попробуем исправить мою ошибку с монетками. Чуть-чуть. Эх. В огонь не упали. Минотавр. Минотавр номер 10. Блин. Сосулька на Минотавре плохо. Шария далеко. Плохой бросок на Минотавре первый. Все равно вот боюсь я его. Может попробовать в пирог сосульку? Бомба ломает рога. Ее лучше вообще не бросать. Да. Камнем попасть в пирог. Ну, мол, а смысл? Если мы вот так бросаем, ему тут собирать нечего будет. Сосульку в центр. Крит. Ну, вот вариант. Сосульку сюда, да. И нас потом шарю. Привет, Варлок. Что за челлендж на этот раз? Особо элитный челлендж. У нас все враги элитный челлендж. Все комнаты элитки. Ничего кроме элиток. Камень по рогам. Окей. Ну, челлендж говорит камень по рогам. Значит, давай камень по рогам. Офиг. О, хорошая эрка. Если камень кританет, цены ему не будет. Ты знаешь, 200 урона. Даже без крита. Прям кайф. Бомбу нельзя бросать. Поэтому у нас сейчас будет сосулька. Ну, я знаешь, что думаю. Что сосульку как раз, наверное, лучше к рогам вообще не допускать. Чтобы она не портила. Задоджила все. Молодец. Ага. Ну, и теперь у меня эрка запоротая, да. Ну, офигеть теперь. Ну, офигеть теперь. Ну, тут мы урона сейчас нахватаем. Хотя. Пирог. Пирог красавчик. Не нахватаем. Еее. Ха-ха-ха. Мощь. Класс. Ух, класс. Так, 60 золота есть. Еще одна элитка до босса. Хилимся, хилимся. Чтоб на боссе точно все хорошо было. И... Слушай, колода вроде хорошая. Давай улучшаться. Че улучшаем? Яд. Вот эту вторую шапку на босса. Правильно. Опа. А что я вижу? Варлок, мы нашли новую информацию об этом сидя. Если ты убежишься об огонь, то тебе дадут новый релик. Думаем, стоит проверить. О, да, синяя команда. Спасибо большое. Спасибо большое за 32 сердечка. Вы это... О, сейчас, сейчас сделаем, да. Сейчас проверим. И антарная веточка. Когда на врага накладываются колючки, применяется два слепоты. Когда на врага без колючек накладывается слепота, применяется одна колючка. Короче, сюда. Сюда лут, не надо даже думать. Это круто. Потому что у нас маска. И это будет не одна колючка, а два колючка. Это будет не два слепота, а три слепота. Так что... Идеально для нас. Погнали. И у нас сахар, который будет на всех колючки накладывать. Да. Еще один минотавр на закуску. Видимо. Ну, ладно. Давай, минотавр. Перед боссом прямо армия минотавров вышла. Знаешь, как этот. Гварды на боссе. Перед боссом эти элитные. Элитный отряд. Минотавров. Ну и везение с эрками как раз вот закончилось перед этим элитным минотавром. Как видишь. Так, надо обновлять столб. О! Нет! Нет! Ну, хотя бы пирог спасает. Немножко урона дает. Ох, колючки. Фух. Фух. Это, кстати, были от слепоты колючки. Но этот инфаркт Микарда. Вот такой рубец. Колючки тащат. Спасибо колючкам за все. Так, ну и мы по классике. Сюда. Фух. Немножко. Сердце ёкнуло. Но живем. 50 золота, 60 жизней. И босс. Хилимся на босса или нет? Вот в чем вопрос. Наверное, затащим. И без хила. Мне кажется, затащим, ребят. Мне кажется, мы сильные. Улучшить что-нибудь. Сосульку. Потому что там нужно будет иногда миньонов сносить. Шарию. Можно и шарию для разгона, да? Кстати, шарию прям хорошо на будущее. Особенно на будущее. На второй этаж. Там-то боссы пожирнее будут. Шарию улучшает все остальные шары. Мне так в туалет надо. Срочно. Окей, давай улучшить шарию. Потому что она улучшает все. И не будем лечиться. Да, экономим. Я думаю, мы должны пройти так. У нас будет слепота. Мы его заслепим в конце концов. Мы поехали. Кукуруза. 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 Я побежал в туалет. Я пришел Кошка была в опасной близости от мышки Окей, окей Поехали, так Шаробомба первым броском Слушай, я думаю, надо бросать, да? Надо бросать Бомбы здесь хорошо, на будущее И бомбы накладывают слепоту у нас Так что шаробомба вперед Под пирог ее бросаем Да, ну, почти Почти А плюс шипы, шипы, вообще кайф Так, здесь крит Вот гад срак Вот давай удалять лианы сразу Ну их в баню Ох, классно Отлично Да, надо не дать ему нас так, как лиан Еще раз пирог Еще раз пирог, давай, давай, давай Три сотки, урона Три сотки не буду жаловаться вообще Бабах Отлично Двенадцать слепоты Снайперка В крит Или в бомбу Нет, в крит Хо-хо Снайперка, как в старые добрые времена Три сотки Слушай, там и в порядке Все, мы его порвали В клочья Красная команда Джекпот Готовы считать монеты на джекпоте? Ну, лучше не расслабляться Но я думаю, мы вообще в полном порядке С кукурузой-то Не, не расслабляемся Но двадцать слепоты на нем Он начнет промахиваться, да И мы можем монетки фармить Да, я думаю, мы можем смело фармить монетки Мы выйдем отсюда с полными жизнями У нас будет много денег Сотку Сотку Можем попробовать добрать сотку Ну, как получится Монстеру не фармим? А на миньонах на этих монстера работает? Не, не работает Изи Легчайший бой в истории В чем челлендж? Вот в этом У нас все противники элитки Все комнаты элитки Окей Отлично Отлично Стало 90, но это за босса? Нет Монстера сработала на пень А на призванных не сработало Качай бомбу, у нас с ней лютая синергия Согласен Давай бомбу Так И еще что? Ну, мы больше всего кого боимся? Рыцаря, да? Рыцаря, зеркального рыцаря боимся Красная команда Как там? Ох, джекпот 600 тысяч Красная команда срубила 600 тысяч Вот это да Хо-хо-хо Класс Слушай, я думаю, может действительно молнию Хотя против рыцаря яд тащит Качать шапки против него Кинжал яда на зеркального Тоже вариант Но он будет ответку давать от кинжала От шапок не будет От шапок не будет У нас половина шаров уже на точечный Точечный, 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 точечный О, бомбочки Сосульку он будет отражать Будет шарик, будет камни отражать Ну Блин, не знаю 4 из 11 и не половина Ну да Правда Правда Слушай, я думаю, да Молнию бомбочки будет собирать И у нас бонусный урон есть на нее Вообще-то у нас еще 50 золота в запасе Можно еще что-то улучшить Или взять еще что-то Злопамечный, очень медленный Кинжар Ставим деньги на хил Улучшить молнию сразу На второй уровень молнии Вот это логично И Очень важный выбор Гига важный выбор Набор сапера О-о-о-о, шаробомба делает бабах. Все бомбы заменены на красные бомбы. Наносят врагам двойной урон. А, у нас есть кукуруза. У нас есть кукуруза. Но сапер это будет смерть, да. Магнит. Дешевая сердито, бомбочки собирает, эрки собирает. Ну, я вот думаю, что набор сапера все-таки не затащим кукурузой, нет? У нас топор. Ну, так, что у нас топор? От самоурона это не поможет. Нельзя брать мешок, да. Ну, и также приговор тоже нельзя брать, сбросов не будет. То есть, либо магнит, либо сапер. На каких картах руинит магнит? На третьем этаже. Но до третьего еще дожить надо. Давай не будем об этом думать. Сейчас думаем о том, что здесь сейчас. На элитных картах магнит вроде не руинит. Вроде везде нормально играет. Скипай, релики нас убьют. Это, кстати, не такая турная идея. Но мне кажется, магнит будет хорошо бомбочки собирать. Прям классно. Скипни, дурная идея. Потому что идем хорошо, и тут все такое спорное. Красные бомбы дадут кучу урона. Будем прямо... Ну, смотри, 10 бомбочек это 3000 урона. 10 бомбочек это 300 урона в ответку. Вот, 30 урона в ответку. Тоже такое себе не отличим. Окей, магнит. Че он говорит магнит? Давайте магнит. Магнит нормально. Я думаю, на элитных боях... На третьем этаже на элитных боях, кстати, он вроде не руинит. Боссболиста. И много элиток. Фух, пожалуйста, будьте проходимым второй этаж. Окей, сразу рыцарь. Рыцарь-танк. Ну, поехали. Магнит. Давай, рит подбирай. Ну, вот этот чувак, это ДПС-чек, да? Здесь мы, в принципе, наверное, его не сильно боимся. У нас есть слепота, уклон. У нас есть, вон, молния, чтобы там бомбочки собирать. Да, молния прям хорошо бьет. Этот, наверное, самый слабый, правильно? Он должен быть самым слабым. И магнит критует классно. Слушай, смотри, что магнит творит. Поехали. А-бах. Хорошо. Так, шапка. Шапочку одевай. Из фольги, естественно. Слушай, идем. Идем неплохо. Мне нравится. Мне очень-очень нравится. У нас хватает урона более чем. И сосулю куда-нибудь вот туда вот. Ну, прекрасно. Победа. Легчайше. Как обычно, у врага его развалили. Полные жизни. Все хорошо. Рыцарь самая слабая? Посмотрим. Посмотрим. Стена слабее из-за шипов. На нее шипы не работают. Кинжар в спину бесполезен. По-моему, да, бесполезен для нас. Может, на элитку? Не знаю. Может, в магазин лучше? Давай денег накопим и в магазин пойдем. Что-то на элиток на втором этаже лучше не ходить. Слушай, магнит с магнитом? Не. Бомбочку на третий уровень. У нас бомбы сейчас вообще дают жару, да? Давай третий уровень бомбочки. Я думаю, вы правы. Мы сильные. Мы очень сильные. Крит Руно и дрель соседская. Золотое Крит Руно. Активация нескольких критов увеличивает урон за штыри. Соседская дрель дает пробивание. Но где нам пробивание? Только на рыцарях. Но у нас против них есть топор. И бомбочки. Поэтому, знаешь что? Руно. У нас все на криты собрано. Нет, собственно, самих критов. Направо или налево? Пошли направо. Смотри. У нас нет самих критов. Но я надеюсь, мы их найдем. Я просто надеюсь, что мы их найдем. Полетело. Ну, нормально, будем считать, да? Могло быть лучше. Оп. Отлично. Критуем. Ну, если мы с вот этими чуваками будем до конца этажа драться, то я буду счастлив. Я готов вот этих ребят весь этаж бить. Прям вот с удовольствием буду счастлив. Да, давайте мне побольше. Ох, как хорошо. Так, что мы хотим? Ну, мы хотим идеал. Плюс 2 крита на стол. Плюс 2 эрки на стол. И релик, превращающий эрки в криты. И наносить миллион урона крит-руном. Да. А может миллиард. А может и 3 миллиарда урона. Мы хотим пирог похвалить. Да, пирог красавчик. Пирог вообще супер. К пирогу никаких претензий. К пирогу выдать премию. Он молодчин. Бабах. О, эрка шар. Обновляет доску при каждом шестом ударе по штырям. Нам нужно зелье размножения критов и эрок. Тоже вариант. Тоже вариант. Нужно найти еще бомбы. Минус 1, плюс 1 за крит хотим. Точно. Точно. Слушай, нужно ли нам эрка шар? На самом деле, по ощущениям, вроде и не нужен. Хотя он бомбы будет возвращать, да? Слушай, да, он бомбы будет возвращать. Давай, давай. Эрка шарик всегда полезен в любой колоде. Эм, а улучшим мы здесь... Пока так все классно. Давай сосульку. Или шарю. Шарю. Или точечный урон против этого зеркального рыцаря, которого мы пока не встретили. Давай снайперку. О! Тяжелое зелье. Активированные криты обновляют стол. Так, это одно из зелий. И безупречный реагент. Бомбы доносят на 15 урона больше. Черт. И то, и другое надо. А можно в кредит мне и то, и другое. Зелье не то, но все равно хорошее зелье. 15 урона бомбочкам. С нашими бомбами. Это очень приятно. Но, наверное, превращение критов в обновлялки, это очень классно. Думаю, 15 урона не так нужно. А вот это, вот это, да. Слушай, ребят, это нам дает эрку, а в перспективе 20 эрок. Будем собирать их, будем стол обновлять. С магнитом будет вообще супер, да. Давай. Ага, вот эти ребята. Ну, то, чего мы боялись, для чего нам нужен масса урона. Давай сразу выцеливать волшебника. Кстати, можем запустить здесь сосульку с критом, но крит как-то неудобно стоит. Давай, наверное, снайперку. Будем надеяться, что она... Вот это снайперка снайпанула. Всем! Каждому колючки. Точно, бомбы же накладывают слепоту. А слепота накладывает колючки. О-о-о-о-о. Так это, сливайте воду, господа. У нас тут все прекрасно. Мы в шоколаде. Если сосулька сейчас кританет еще... Ох, если она кританет... Будет просто пушка. Ну, походу, не кританет. Ладно, все равно. Засасулили. И уже хорошо. Так, тебя мы сейчас прибьем слегка. Товарищ рыцарь. Угу. Не проблема вообще. Знаешь что, давай в тебя направляться. Ага. Бомбочки бесконечные. Слава богу, что у нас есть обомбановление. Вот без обомбановления... Ну, вот вообще не то было. Совсем не то. Так, и начальник пришел. Ну, здравствуйте, господин начальник. Жаль, что встреча не в масть. Ну, рад вас видеть. Бабах! Пятьсот. Хо-хо! Пятьсот. С шипами. Не, это разрыв. Разрыв башки. Полный. Плюс хпшку нафармили, да? Монтерой. Уничтожен. Ну все. Поставили на фарм. Элита. Теперь главный вопрос. Тащим ли мы рыцаря? Зеркального. Если тащим зеркального, то все. Вроде этот этаж у нас в кармане, в рюкзаке. И все будет чики-брыки. И в дамке. Бабах! Изи. Полезный для здоровья. Шарик. Это шар на раскачку максимальной жизни. Но его нужно сделать третьего уровня. И, честно говоря, с монстерой, наверное, он не так много нам даст. Эхо подулучшить. Ну вот, эхо... Эхо всегда хорошо. Так, давай подумаем про третий этаж. Кстати. Кстати. Возмещали нам миллион урона. Если золото у нас будет. Не думая о будущем. Я тоже думаю, что о будущем не стоит много думать. Но давай чуть-чуть. Третий этаж. У нас Маленья. Клинок Микелы. Ну, против нее нет приема. Там просто нужен большой урон. Магнит поможет на ней. Там думать бесполезно. Большой пеглин. Длинный пеглин. Там тоже ДПС чек. По большому счету. Против него слепота. Хорошо. Слепота у нас есть. Призрак. Я не знаю, что с ним делать. Чем он контрится. Вроде не тем. Призрак непонятный. Просто тоже много урона нужно. И кто еще? И невидимка. Ну, невидимка вроде... А! Стой! Невидимка как раз проблема. Точечные шары на невидимке не работают. Ага. А вот мы и нашли слабость. Нашего билда. Ага. А вот и ловушка Джокера. Мы проигрываем невидимке. Нам нечем его бить. Призрак это новая элитка на третьем этаже. Давай эхо. Давай эхо. Эхо работает. Окей, эхо. Дай эхо. И сразу второй уровень. Эхо. Эхо. Пунш. Пунш красоты. Пунш прекрасный. Эрка убирает ближайшие штыри при ударе. Да, пунш так, хороший. Он там восемь часов играть. У меня нет столько свободного времени, надо же понимать. Вадим стихами заговорил. Спасибо, Вадим, за стихи. Спасибо за донат. Спасибо за поддержку. Ну, слушай, выглядит как победное. Не сглазить бы и не расслабляться. Ну, вот, честно говоря, выглядит как победное. Варлочь, напоминаю, на три этажа есть элитка, на которой таргет урон не работает. О, Хэппи Хорс мысли прочитал. Хэппи Хорс прочитал мысли просто наши. Спасибо, Хэппи Хорс, большое за донат. Спасибо большое за поддержку. Ну, вот-вот, да. Абсолютно ты прав. И как раз мы об этом подумали только что. Есть такое дело, так что осторожнее надо с этим делом. Не торопиться. И вот так бы не подумали, и потом бы пришли такие на третий этаж. И сюрприз. Ну, давай дойдем до третьего сначала. Давай дойдем сначала. Ба-бах. Еще один эхо шарик дают. Кукуруза удивительным образом делает все билды рабочими. Блин, ну кукуруза красавчик, да. Еще один эхо. Предлагает. Ну все, эхо третьего уровня у нас есть. Второй эхо? Эхо через эхо? Эхо на эхе эхом погоняет? Ну, кстати, не такая плохая идея. Но все-таки массовых врагов мало. Я думаю, не надо эхо 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 эхо. Лишнее, лишнее, лишнее. Не будем, не будем, не будем. Итак, пойдет. Держим золото для еще одной шаробомбы. Кстати, вариант. О, соль! Когда получаете максимальное здоровье, повысите его количество на один. Ну, наконец-то Солонка играет. Удвоение эффекта монстеры. А счеты? Каждый враг начинает с... Три уязвимости к критам. Блин, счеты тоже хорошие. Черт. Счеты дают плюс 30% крит урона. Но соль... ХП-шка. Давай соль брать. У нас есть монстера, надо пользоваться. Пока у нас есть комбо, надо комбить. На монстера можно забить? Ну, мне кажется... О! Вот тут сейчас соль с монстерой нам, знаешь, сколько наиграют. Ух! На вот этих ребят. Тут прям перфектно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, четырнадцать. Четырнадцать хп. А, семь хп нам дает здесь этот... Соль. И это только в этом бою. А будут еще другие бои. Так что... Я думаю, что отличная идея. Взять соль. Урон важнее? Не знаю. Крит урон прикольно, но не так уж для нас критичен, да? Потому что... А, крит не так критичен. Потому что мы накладываем уязвимость критам... Сами. Оба! Да, у нас есть уязвимость критам. Сама по себе. Ну, там. С небольшим шансом. Вроде по два или по три накладывает шарантюрист. Подозрительно везет на отсутствие зеркал. Так. Не сглазить. Ну, везет и ладно. Ну и хорошо. Может, и не придется вообще с зеркалом драться. Если зеркала не будет, мы выиграли этот этаж. Бобог. Сосулька полетела. Красивая. Ему везет весь забег? Ну, прям-таки ток везет, да? У нас тут тактика галактика. Мы тактику выработали. А не вот это вот все. Каждая крит... Каждая атака крит превращает каждый восьмой задетый штырь в крит. Не активирует криты, когда попадает. Крит руно плюс вот этот шарик равно 5000 миллиардов урона. Угу. Угу. Ага. Угу. Так, сразу второй уровень ему. Ну и ножик не купили. Ну и ладно. Сумка! Да, зеленых штырей. Вот и она. На столе будет в два раза больше эрок. В смысле, на две эрки больше. Вот она. Плесборник. Каждый тридцатый штырь превращается в бомбу. Кстати, тоже было бы хорошо. Бомбочки тащат. Не знаю. Может быть, лучше эрки. Блин, эрки круто, да? Потом найдем зелье. Эти эрки будут критами. И все. И крит руно. Бум-бум-бум-бам-бах. Та-ды-щ. Давай эрки. Давай эрки. Да немножко я что-то засомневался. Конечно, хочется бомбочки. Бомбочки красиво. Но эрки... Ну, блин. Это в три раза больше эр. Стена. А вот и она. Ну, давай смотреть. Как мы против стены против нее? Мы еще не дрались. Я вангую, что на самом деле будет нормально. Сейчас вот шаробомба нам бомбочек сделает. И бомбочек будет урон собирать. Запустим сейчас молнию в крит. Там, правда, два камня подряд. К сожалению, шипы на нее не работают. Ну, вроде в порядке. Смотри. Хо-хо. Пирог. Красавчик. Да. Бомбы активируют эрки, а еще у нас криты эрки. Ну, да. Пока стена. Ари ведерчи. Мучачос. Адьос, мучачос. Оп. Двуликий шар удваивает на враге количество ядовитого вещества. Так, надо подумать. Надо подумать. Слушай, ну у нас уже не билд на яд, честно говоря. У нас уже билд на криты. Наверное, уже не актуально. Было актуально на первом этаже. Слушай, по-моему, не актуально. По-моему, надо улучшать то, что у нас есть. Например, шарю для урона. Пип! Какие релики? Мои релики. Они прекрасны. Бомбочки, накладывающие яд, да? Конечно. Жезл дает нам пронзание. Но! Типа автопик в обычном забеге. Но здесь нам пронзать особо некого. Кого будем пронзать? Не знаю. Вроде никого не надо. Наш этот... Бур пронзит небеса. Давай ДДТ. Это будет два яда. А не один, потому что маска. И бомбочки. Только кинем бомбочки. Будет кайф. Ах, сейчас бы бомбочки первым броском. Но, видишь, не получается. Хотелось тут бомбочки, чтобы посмотреть, сколько яда будет. Ну, не нают. Не разрушают. Хо-хо! Восемь яда просто вот из воздуха. Класс. И это только с бомбочками, которые тут по умолчанию на столе. Качай камни, ты их не удалишь. Урона могут набить. Да, слушай. Последним пунктом будем качать камни. Потому что магазинов нет. Куда нам деньги еще тратить? Кстати, это эхо шар на тысячу урона. 26 ядов. Угу. Свинка-копилка. Хм. Не может активировать золото. Удваивает золото при попадании по штырям. Наносит урон, равный золоту. В конце будет двойной урон от золота. Ну, типа, будет 200 урона. Если соберем, например, 300 золота, это будет 600 урона. Ну и че, мы любым шаром нанесем 600. А то и больше. Не надо. Давай дальше качаться. Криты? Да пока штука не сыграла, но потом сыграет. Лезвие ножа. Когда у вас меньше 50% здоровья, все выстрелы критические. Или перезарядка дает шаромновесие. Колода большая. Мы вроде не хотим перезаряжаться. Лезвие. Защита от руины. Да. Давай так. Мы стараемся играть без перезарядки. То есть у нас план снести всех врагов до того, как мы перезарядку сделаем. Лезвие пускай будет. Лишним точно не будет. Слушай, нам или везет, или реально в этом челлендже нет зеркального рыцаря. Но челленд появился в последнем апдейте, когда добавили зеркального рыцаря. А я, кстати, неправильно сделал. Да, челленд появился в последнем апдейте. Поэтому, по идее, зеркальный рыцарь должен быть. Здесь. Ох, сейчас будет красивая, смотри. Делаем криты. Ууу, 1400 урона. А, ну да, он же бомбочками может подрубать криты и включать крит руно сам. И все в щит. Все в щит, но красивая. Да, бомбочки с крит руном будут уже офигенные. Тысячу урона с камня. И, ну, все в молоко, но смысл не в этом. Смысл в том, что... Тысячу. Класс. Красивая, красивая. А вот после шарей будет еще красивее. Чем больше крит урон, тем больше будет модификатор от... Тем больше будет модификатор от крит руна. Слушай, ну, такими темпами мы реально соберем какой-то миллион. И пунш еще дает жару, да, с эрками пунш. Кстати, я не знаю, что я вообще думал не брать эрки. Че я сомневался с пуншем. Эти... С пуншем до герки вообще ба. Усугубляющий шар усиливает дебафы пораженного врага на один. Может быть нацелен на любого врага на экране. Ну, слабо. Крита мяч. Задействует криты каждый шестой задетый штырь. Вот, его уберем. Вот эта штука будет критовать. Это под крит руно против боссов. Давай. Угу. Двойственное зелье. Когда криты и эрки перемещаются, оставляют недвижимую копию на предыдущей позиции. А вот и оно. Теперь нужен шарик-перемешарик. А, ножка. 25 максимальной жизни. Ну, слушай, у нас 130, ножка не очень. Давай вот это. Ножка мало даст. У нас много жизни и так. Нет, зелье не руина. С крит руном там будет умножение на 100-500. Если мы найдем тот шарик, который... который перемещает эрки и криты. Там будет прям классно. И нужен еще релик, чтобы эрки деактивировали крит. И вот тогда безграничная мощь. Варлок, кстати, а у нас все челленджи с реликами пройдены. Можно будет их в наши челленджи добавлять, если мы их еще не прошли. Все челленджи с реликами? Хэппи Хорс, что ты имеешь в виду? Есть секретные релики? По-моему, за этот челлендж откроется какой-то секретный релик. Не погреша. Дает кругловкость каждый третий раз, когда в полете активируется крит. Слушай, медленно, наверное, колода уже достаточно большая. А челлендж со всеми реликами, мы еще не делали его. Он как Шария. А нужен ли он? На третьем уровне он будет за каждый крит давать кругловкость. И урон у него, кстати, хороший. Давай, давай возьмем. Будет весело. Для крита руна. Денег много. Давай его сразу на третий уровень улучшим. Оооо, че нашел? Книжку нашел. Ты-то хорошо в библиотеку сходил. Идешь в библиотеку, а там тебе книжку, которая дает 7% шанс получить бомбу при обновлении. Сюда, сюда. Ну, часы. Чем дольше шары летят, тем больше урона. Но это... Это же, блин, мощь, чат. Не трогай. Почему не трогай? Штырей не будет. Ну как это не будет? Будут. У нас же тут бомбы, бах. Криты собирают там умножение от крит руна. Бомбы собирают криты. Криты обновляют стол. И получаются 3 триллиарда урона. И бомбы 2 яда накидывают. Чат. По-моему, по-моему, бомбы тут супер. В любых количествах. 2 яда с каждой бомбы. 10 бомб, 20 яда. 200 урона в ход. А, вот и он. Вот и он. Ленинградский почтальон. Ну что, да это, да вы делывались? Ну давай. Так, молния. Пошла. Молния не получит ответку. Бабах. Бабах. 14 яда. Хо-хо, лови. А теперь бери. О, посмотри на эти бомбочки. Давай, бабах. Ну же, бабах. Ну одну хотя бы. Оно же цепная реакция пойдет. Оп. Давай еще. Ха-ха-ха-ха. Бабах. 29 яда. Адиос, мучачос. Хо-хо, уничтожен. Просто уничтожен. Битва будет легендарной. Где? Какой рыцарь? Какое зеркало? Что? Кого? Я его даже не заметил. Был какой элитка была? Я не видел. Ни одной. В какой момент рыцарь убирает зеркало? Когда ты его бьешь направленным уроном. Типа вот шапкой, кинжалом, снайперкой, молнией. Тогда он зеркало убирает. Слушай, слепота, наверное, даже лишняя. Так это у нас вообще имба. Собрали имбу. Давай криты еще качнем. У-у-у-у. Нележачий камень. Нацеленные атаки атакуют врагов поблизости от цели. Или яд будет увеличиваться, а не уменьшаться каждый ход. Фу-у-у. Слушай, ну этот Яд Вроде прикольно А с другой стороны это что, один яда Вход? Это была бы имба Раньше На первом этаже Когда этот один яда что-то давал А сейчас это один яда Вход Ну может два, если на него маска работает А что такое два яда? Окей, чат хочет яд Потому что новый релик, ну ладно Я бы честно говоря взял бы второе У нас все шары направленные Там был бы угром Ну ладно Если маска работает, то это три яда Ну давай смотреть Сейчас посмотрим Смотрим сколько яда накинут бомбочки Которые кстати вообще дают жару Хо-хо Окей, шесть И следующий ход Семь Один То есть фигня полная Ну ладно Ну и ладно Ну у нас так уже тут такая амбища Что по-моему уже ничего не страшно Сосульку надо улучшить Метла Атаки накладывают два прозрачности на врагов Или Все шары получают плюс один упорство Нужно ли нам упорство? Такое чувство, что нет Без книжки на сброс упорство очень опасно Потому что четыре камня подряд И Ты четыре хода кидаешь камни Ну или два Два хода Так, а так один Ну короче упорство руина У нас много шариков Упорство я думаю не нужно Давай метлу Ну ладно Прозрачность тоже вроде не нужна Ну лишним не будет Ай Прозрачность почти бесполезна Почти на боссе Рыцари Знаешь как мы этих рыцарей называем? Вкусняшки Очень вкусные рыцари Хо-хо Мы их кушаем В них много Витаминов Минералов Белков Классные рыцари Очень мне нравятся Консервы, да Консервы Опасно Новый Год Ну что? Заводи шаробомбу Ох, сейчас будет классно Ох, сейчас будет бабах Смотри Ты да ищи Хо-хо Бабах Ох Ох Бум Как старые добрые времена Помнишь, когда Пеглин был молодой? И еще не было экономики и золота в Пеглине И трава была зеленей Семь тысяч урона Был главный победный билд билд на бомбы Класс Класс Стакан наполовину шар Выкладывает два прозрачности при ударе Че это наш шарик такая фигня? Трэш Да потому что я все время ною на отсутствие Мас урона, да? Видимо, да Ну что ж Наверное, пропуск он не нужен Наверное, он не нужен Слушай, да нам такое впечатление, что ничего не нужно Все работает Типа работает, не трогай Сосульку там на третий уровень улучшить и пойти Ееееееееее Два дополнительных крита Перебрагусь ночи до утра Но какой-то гоблин выбежал из леса Сел за стол и заявил Никогда с крутыми я не пил Твои слова не нужны хлам Мы будем лучше пить и есть Твоя одежда сразу нам Сказала нам кто-то есть Кто-то есть Маленькая зелененькая смерть варлока О, крита мяч Я про релики из раздела секретный Еще хочу предложить челлендж пегли и налка Алхимик, даем пеглину все, что связаны с бутылками И смотрим, сможет ли он И забег без всего только с зельками О, хэппи хор Спасибо большое за донат Король и шут В смысле, маленькая зелененькая смерть варлока Спасибо тоже за донат Йоу, 2800 урона Первым, первым броском Уничтожен Просто порвали баллисту в клочья Окей, секретные релики и пеглина алхимик Ну, челлендж, да, хорошая идея Только зелья Окей, ну в первый ход почти получилось снести Окей, слушай Вроде все работает Даже шапку не будем добавлять, да? Вот это Работает, не трогай Давай РК-шарик улучшим И пойдем дальше Проклятая маска Плюс два, плюс четыре Когда действует негативный эффект Четырестферение мозга Или матрешка Плюс один мультишарб Минус два, минус два, на все штыри Цепи руины Хочешь? Цепи руины Слушай, а я смотрю на матрешку и думаю А матрешка нам вообще-то заходит Смотри Мы уберем обычный урон И эффективность крит руна вырастет Крит руно Дает бонус от разницы Обычного урона и критического урона То есть Будет нормально, да? Нет? Ты оба понизишь Крит руно не изменится Вот, но Мы будем бросать два шарика А два шарика будут собирать В два раза больше критов и бомбочек Как вам такая идея? Маску не хочу брать Она меня бесит Не будут собирать? Как-то не будут Их же два Мы матрешку так давно не брали Когда мы возьмем ее, если не сейчас? По-моему, самое время Стоп, давай думать Подожди Так Давай, давай думать Третий этаж Какие элитки? Моление, клинок, микелы Ну там просто ДПС-чек Нужен большой урон Длинный гоблин Длинный пеглин Тоже ДПС-чек Призрак Вообще не знаю, как с ним играть Вроде никак Невидимки Мы так сильны, что нам все пофигу Нам все пофигу Мы сделаны из мяса Да Давай матрешку Хотя молния Молния будет без урона вообще Может правда не стоит брать Эху будет без урона, но эху должно копировать урон других шаров Кстати вот этот шарик будет плохо работать Типа нужна будет шария или не погри шар У нас капуста Кстати капуста нас разгоняет Окей, берем матрешку Знаешь почему? Потому что я забыл про капусту У нас мат... капуста Капуста разгонит Потому что будет кубы Кубы и миллион элиток Ну поехали третий этаж Окей, чат за матрешку Я тоже за матрешку Давай Длинный пеглин Крита мяч 0-1 Матрешка, тест номер 1 Поехали Смотри Смотри как стакается крит урона Уже 3 Тысячу 15 тысяч 16 тысяч Бабах Да Безграничная мощь Unlimited power 19 тысяч Пока-пока Адьос Вау Окей Босс кубы Босс кубы Перемешар У нас же зелька, да? Да, перемешар берем Окей, улучшаем его Ну и поехали ОС концентрации Переживете первый смертельный урон В каждом бою Защитат мисплеев Мантия Один урон за каждый второй штырь В принципе мы много собираем Да, чат Вот спасибо большое Про капусту Вон ты Ты написал Я забыл про нее Капуста с матрешкой Прям супер комбо И давай пояс Пояс на всякий случай Мантия, я думаю, лишняя Слушай, неужели это победа? Неужели это победа? Еще один длинный пеглин Так, ну в этот раз у нас первым броском идет кинжал Кинжал С матрешкой тест Тут, наверное, 15 тысяч не будет Предполагаю Да, какие-то жалкие Ну, там Две тысячи Ну, я, кстати, неправильно направил Надо было Направлять на босса На красное полтора миллиона поставлено Хо-хо-хо Вот это ставки Полтора миллиона на красное Давно у нас таких ставок не было, да? Окей, не погрешар С матрешкой Тест номер один Поехали Каждый крит должен давать Один Вот сюда Не погрешар плохо сыграл Каждый раз этот не погрешар руина Снайперка Давай снайперку затестим Вот, снайперка, молодец Снайперка, красавчик Бабах Подстрелила А, вот наш шарик, да? Это тот, который набивает 15 тысяч При везении То есть У Синей команды Коэффициент Один к пятидесяти трем Ух Ух, меня съедят Если я Заруиню Окей, перемешар улучшаем Можно улучшаться побольше Че нам еще? Молния на третий уровень, да? Бомберек В начале боя На столе появляется В два раза больше бомб Хо-хо-хо-хо Или Шляпа Крита Атаки накладывают Одину уязвимости К критам на врагов Или два При крите Я вот сейчас Знаете что? Думаю Шляпа, конечно, классно Но Нужна ли она? По-моему Бомбы будут Ваншотать нам Все За счет бомб Мы подрубаем Пунш Подрубаем Эрки Подрубаем Криты Делаем Супер Мега Крит Руно И Просто По 50 тысяч Урона Первый ход Вносим Бомба Моя Извимец Крита Не нужна Нам нужно Делать Вот это И Бейс Сол В бомбах И делать Большие Бабаки Ничего не хочу Сказать Хоть сейчас Там и 1,5 ляма Но я помню Когда мы с вами Ставили по 84 Коина На победу Уверовавшая Утка С маффином А вот Призрак Так Что с ним Делать Наверное Снайперка На нем Не играет О Большой Штырь Появился Криты Все Криты По 0 Урона И Сейчас Мы На призраке Умираем И Команда Синих Рубит Джекпотище Всех Джекпотов Это будет Смешно Это будет Прям Ржака Я не думаю Что мы на нем Умираем У нас вот РК шар Есть Каждый раз Когда ты на нем Обновляешь Стол То появляются Ствери Окей РК шар Его контрит На 0 Все нормально Не Он нас не убьет Никак Мы его даже Просто бомбами Рано или поздно Убьем Легко И яд Яд тоже против него Хорошо У него база ХПшки маленькая РК шар Снайперку Улучшаем Подожди Еще одну шаробомбу Ну сама шаробомба Наносит Мало урона Но с другой стороны Давай Меч Критрунец При задействовании Крита наносит Всем врагам Количество урона Равное Крит урону Вашего шара Умноженный на Количество Сдействованных Критов Или Гобой Книжает Потерю жизни На 1 Слушай Гобой Разумный выбор Но веселый выбор Меч Потому что Он будет Наносить Миллион урона По ощущениям Да Впервые в истории Мы делаем билд на меч Гобой был правильный выбор Окей Абсолютно верный Маленья Я Маленья Знаем На камень Держи камень Маленья Не плохо А Так подожди Мы ее Этими колючками Контрим Ну Маленья Че тут Уже не та Да Вообще у нас 2000 Каждый бросок Мы шотаем У всех боссов Я не знаю Че происходит Вообще О Кот Крит Крит Каждое Одиннаднадное Собранное Золото Задействует Крит Везение В любви Плюс 2 Плюс 0 За каждый Крит На столе Окей Это нельзя брать Это руина Кота Котик Так Хорош Мало Золота Собрали Котик Еще даст Кучу критов С крит Руном Окей Шляп Ну Смотрим Че сейчас будет Как думать Бабах Ай Слабый бабах 22 яда Ну как слабый Ну такой Нормальный Ой Шаря Что ты творишь Шаря Пять тысяч Кто больше Шесть тысяч Да Прекрасные Бомбочки Тоже нам Не страшны Вроде Все Че еще Ну бомбу На третий Да Еще Тебя улучшить Да все подряд Вот оно А вот Шторт стек Йоу Нужно и то и другое Активированные Эрки Задействуют крит Или шорт стек Атаки получают Минус один Плюс один За каждый крит На столе Слушай Шорт стек Должен быть лучше Да Он нам даст Базовый урон Который нам нужен Окей Да Берем шорт стек И теперь Будет Базовый урон Огромный И решит Проблему Матрешки Стек Стек нам дает Три крит Три урона На все шары Ну а мы только критуем Мы всегда критуем Поэтому То что нам Обычном уроне Ноль Нам пофиг Нам лучше даже Он же Минусует Обычный урон То есть у нас Всегда будет ноль И крит рунов Всегда будет Тащить Три крит рунов Всегда будет Давать Хороший множитель А молению Я даже Вообще Боялся Думал Там Она просто Испарилась Она просто Исчезла Даже шарик Не успели кинуть Возмещали ущерба Ну у нас Золото уже Не Может Насобираем золото Но Честно Нам ничего не надо Просто улучшаем Все шарики Новый релик Оскорбинка Прикольно Когда задействуется Крит Дает 10 ядовитого Вещерства Чего Ошибка перевода Наверное Дает 10 уклонения Не может оно На крит Накладывать 10 яда Это должно быть Уклонение Ну и кстати В любом случае Для нас Это имбища Получается 10 яда На себя А прикинь А прикинь Вот это будет Облом Сейчас узнаем Сейчас проверим Нет Реально 10 уклона За крит Ну Мы бессмертные Мы по 20 критов За бросок Активируем Все Шапка Третьего уровня Рюкзак Героя Или Монетки Кстати Монетки Хорошо Потому что Кот Крит Тоскин Но рюкзак Героя По понятным Причинам Не играет Здравствуй Призрак Еще хочет Я так счастлив Что у нас вроде Все хорошо С призраком Что мы его Побеждаем Без проблем Да Было бы Экстремально Обидно Если бы он Нас контрит И убивал Да Кольцо нам Дает Такого Довольно Бесконечного Крит Тоскина Испарился Денег нет Двойной урон Когда мало Жизни Или каждый Четвертый Выстрел С мультишаром А не знаю Мне кажется Мы не доживем До маленьких Жизней Мне кажется Что Мы можем Все на урон Брать Если кто-то Это контрит То он Непроходим Сапер Да Вот эти ребята Вот Все наши Сейчас Точечные Шары Уйдут В молоко Подожди Это что Под 300 Урона Кто там Говорил Что я Бесполезен Где Сапог С первого Этажа Спасибо Большое Донат Яу Это был Меч Это Меч Критунец Он Стакается С Критруном Критруном Набивает Начинает Бить Мечом Офигенно Ну что Улучшаем Камни О Кстати Сапог Спасибо Что зашел Как раз Спасибо Сапог Сапог То есть Без шуток Улучшение Камней Сумка Оранжевых Штырей Множитель За мало Штырей Кость Подземного Дракона Для фана Типа Пускай Будет А А Мену Теоретически Кость Может Дать Вообще Если Плюс Три Минус Три Наролит Давай Надо Просто Смотреть Что Наролит По Моему У нас Имба И мы Рвем Босса В первый Ход Кость Это Дебаф Сейчас Посмотрим Окей Ноль Три Пять Девять Ну Кстати Вот Здесь Она А Стоит 2 12 Нет Все Хорошо Все Нормально Прият Моление Че Слава Две С Половиной Тысяч Только Ударили Фигня Огром Молоток Для Этот Билд Выглядит Как Месть Пеглина За Все Круги Страданий И Унижений Да За Все Отомстил Пеглин Когда Обижаешь Маленького Пеглина В школе Потом Этот Пеглин Может Вырасти Собрать Билд На Крит Руно И Тебе Пролетит Шариком На 50 5000 5000 Секунду Надо Жене Ответить Ох Сейчас Чихну Наверное Ну и Чего Эх Бомбочки Ее Ностальгию ловлю с этого билда Вспоминаю, как можно было по миллиарду набивать Да, вот в наше время Когда в пеглине был коммунизм Окей, можно еще один, наверное Критомячик Колонны внизу наносят урон Урон от восстановления здоровья Колонны Всего лишь одна элитка до босса Всего лишь одна элитка 210 хп на стакале Фарлак, проснись Будильник уже час звенит Нееет Оп, 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 оп Оп, оп, оп Тыщ, тыщ, тыщ Оп, где? Где все? Ау, люди Вы где? О, заражар Активирует убранные штыри Наверное, тоже будет миллион урона наносить Но, честно, у нас все есть Нам уже ничего не надо И Под конец Соседскую дрель Будет пронзание Чтоб сразу двух бить Но у нас есть перебор Наверное, давай 15 урона бомбам возьмем Они заслужили Они весь забег тащили И они до сих пор тащат Правда, сейчас уже не уроном Чувствую, это победа, ребят По-моему, это победа Шаробомба Идеально Первым броском Сразу шаробомба С нее все начиналось Наш первый шарик Первый шарик После первого Минотавра Которого мы еле пробивали Там 10 попыток Все дела И я думаю, шаробомба заслужила Шаробомба 100% заслужила Первого броска И первой победы своей Так, только осторожно, чтобы Заруинить Баба Ха-ха-ха-ха 30 тысяч А-да-да-да-да-да О-да Бабах Огонь Гори все синем пламенем Поджигай Ха-ха-ха-ха-ха-ха Огонь Класс Офигенно Как в старые добрые времена Я был здесь Я была здесь Мы были здесь Все были здесь Это было мега круто, мега красиво Челлендж, мега челлендж на Пеглина Все бои элитки Пройден с первой попытки Any% Warlock World Records Speedrun Сегодня, здесь и сейчас И когда вас спросят где Вы были Когда мы это сделали Вы были здесь Вы были здесь Охо-хо-хо-хо Охо-хо-хо Это было круто И финал, ну идеальный Не могло быть лучше финала Вот как специально Бомба, просто взорвали кубов Даже не бросили шарик Охо-хо-хо Ох, это один из лучших Забегов Пеглина За всю историю Это мега круто было Ох, я счастлив Я счастлив, мне больше ничего не надо Можно спокойно помирать Можно все Закончить карьеру Удалять канал лучше уже не будет ничего лучше уже не будет это было идеально и всего лишь что три часика всего лишь три часика мы сделали я думал бы тут будем до утра сидеть ну нет и открыли релик новый офигенно ну и походу похоже что мы теперь можем этот релик использовать в своей игре здесь мы захотим пофанится да мы можем теперь этот режим включать не через зида просто я отвечу что усердно работала и вы ничего не докажете не понимаю о чем вы до леди насти из воронежа работала все правильно начальство знает я не знаю увидели вы или нет чат вот он он доступен теперь этот релик вот можно его ставить и играть с ним не в рандомном сидя ну все в рандомном сиди чтобы другие релик там выпадали до youtube не забываем ставим лайки подписываемся на канал лайки комментарии предложения ваших челленджей пишите внизу пишите внизу